доходит дело вот косточки они были выковырены они были помыты высушены сушка дня 2 и это на солнечном у меня это лоджии 2 дня смотришь сухие чуть-чуть не досушил помогут потом пески это гнить начать вот они встречаются абрикосов мне спрашивают про сроки у меня сроков нет знаете когда я прочитал что грушевой сливы надо сфиксировать 108 дней я разделил на 30 получилось 6 месяцев а у меня на третий месяц они сходят кому верить я тогда понял так что им надо верить а вы попробуйте в холодильнике обеспечить 0 градусов и вместо 6 месяцев через три сливы просыпается я говорю сливы закладывайте когда я должен был сказать среднем ну например январе накидаем три месяца февраль март апрель просадить но я на всякий случай я помню как взять допустим 1 апреля на юге цветение на севере бураны снежные представляете в один тот же день вы смотрите центральное телевидение прогнозы погоды там цветет там бураны тогда пришел от обратного за три месяца до посадки сливы абрикосы за два месяца до посадки а груши уссурийские подвойные смотрите за два месяца до посадки видите февраль добавляем март апрель для чему говорю это просто сам принцип сейчас я коротко мы еще будем проходить сертификацию и каждому кто выписывать семена я высылаю 10 роликов и как посадить и как сертифицировать все я диаль свой долг перед стороной выполнил потому что моей вот вот таком виде рассылается они начинают с февраля месяца так до этого лежат сухие что такое сухие баночка проветривание где-то раз 10 дней 15 дней и в холоде желательно чтобы не было никаких перепадов у меня хранятся например погребе лежат никому сергей лежат погребе вот которая ближе к работе те лежат холодильнике но ты мне хлопает никто там нет продуктов у него там только одни эти банки стеклянная банка плотная крышка вот и лежат прекрасном сохранении и еще расскажу вот вспомнил это новость такая потом братский подтвердил я вам говорил еще расскажу абрикосы которые лежали лишний год по опросам не опросом а по отзывам тех кто покупал и свежие и прошлогодние то есть как бы свежие это значит выражай последнего года и выражай предпоследнего среди или одновременно выражай предпоследнего года скорость лучше вот так а потом когда еще позвонил бродскому представляешь это юрий васильевич это самый прошлогодний абрикосы я уже боялся высылать я думал матом меня покроют все довольны но не все большинство он говорит а ты что не знал что по сережке ничего лучше сходят не втерпешь все что я мог придумать ладно идем дальше подробного все в этих самых и было и будет еще пока сам принцип иначе мы никогда с вами не закончим эти разговоры сегодня третий да про абрикосы значит все это абрикосы достанут и из одного ящика с песком так это лишний раз говорит об их характере этот не взошел возможно он должен ждать еще год-два катаклизма ждать всемирного ждать катаклизма вроде там когда все погибнет на земле стужа лед пройдет а он возьмет и взойдет вот это его роль вот а это средники эти оказывается должны были раньше взойти потому что для более южного краев попали в сибирь а должен быть более южный край разброс этот не случайно это программе любого дерева которая пережимовала мороз а теперь мороз вот теперь целый ледниковый период до 1000 лет которых не убили все равно так все равно умудрились выжить где-то на краю этих самых ледников по краям ледников и получилось так что как будто это как это божественное создание на все случаи жизни вставляете вот я просто сам вот это придумал вот это вот саму фотографию и сами восхищать ну и второй момент обязательно смотрите где корневая шейка почему вылазила посажено было где вот на этой глубине и дальше должна была сдохнуть посажено это глубине об этом наука не знает это все равно когда вот так вот закопал вот на такую глубину корневая шейка видите а это уже корневая шейка это уже росток он отсюда появляется где-то ни на такую не на такую глубину не на такое вот где-то вот тут их ждут мыши а так вот я никогда не скрываю вот я такой умный закопали на такую глубину смотрим зашло из 190 у вас огромный сад заказав 100 косточек за пару тысяч рублей можно вырастить огромный сад а потом он умрет это вот крайность ой извините за смех это грустный смех а вот эти вот да которая посажена была он может быть тоже был посажен на большую глубину просто он у него тормоз тормоз он это косточка тормоз она отстала хотя она тоже большая глубина мужчина вот так была закупана но сам принцип я надеюсь вы поняли мне обидно потом приходит письмо просмотрела ваш фильм ничего не поняла таких нескольких писем было я а потом меня ругают за то что это я долго рассказываю по таких подстраивать а кто-то уже все это слышал ладно вот корневая шейка корень росток так но опоздал я пишу пироши вот этот можно спасти вот этот но можно но негодная посадки имеется ввиду к нормальной посадке без извращений тут уж надо извращаться садить можно у меня я когда такие садил у меня таких было первый год знаете как вам сказать а не не до 1000 штук вот вот их же кстати и же с этого ящика раз знаете сколько взошло ой страшно говорить процентов 20 30 а для меня это 1000 это значит что я не разорился из голода не умер тогда я начал уже вот так вот аккуратненько и у меня процент дошел до 50 то есть косточки а вас часто такое будет случаться нет завтра посажу нет дождусь майских праздников потом достали они вот такие вот почти все вот тут попробуйте раз это ждали праздников а еще этот ждали допустим календарь как он называется лунный календарь что они вас научат да вот эту фотографию первое когда я начал увлечь я вначале не понял что творится я же садил под эту под землю но не глубоко помогла это то есть где-то два-три сантиметра дурак дураком а был сильный ливень земля песчаные размыло но они были под землей потом смотрю глазам не верю он видите как вот вот например вот этот вот росточек да вот начали она лежала себе никому не мешала эта коска потом она пустила смотрите вот так вот уперлась эта нога вот уперлась и повернут вот это вот голова у нее развернулась вот смотрите и косточки все оказались косточка имеется ввиду скорлупки вот они они оказались снаружи вот это еще допустимо чуть-чуть прикопано почему у меня допустимо почему у меня очень сухая не сухая нет не то слово применил песчаная почва а песчаная почва быстро высыхает и у меня все-таки абрикосы сами видели живут 20-30 лет живут и от старости еще не один не умер еще не один если гнаил то да я тут за все годы потерял несколько абрикосов чего было то было но это как раз который в ямку попадали под подростей а допустим где-то чернозем где-то знаете помните у гоголя где-то было как она назывался сейчас помню а у гоголя было где по моему гоголя я описывал как теряга вместе с конем утонула прямо на дороге в грязи можете представить себя какая почва после дождя вот такая почва бывает там наверное даже вот это недопустимо тогда давайте искать варианты то есть я все-таки на сантиметр присыпал полсантиметра съела а этот самый ливневый дождь я запомнил его потому что посмотрю какой дикосики начали проглядывать ладно смотрим дальше а вот кто-то взял горшочки посадил а потом горшочек высадил так горшочек это здорово у него прекрасно зашли в горшочках наверное это было где-то домашних условиях после холодильника после погреба но есть одно но здесь правда мне не нравятся вот эти вот углубления уже это может сгноить корневую шейку то есть да хотя я уверен что вот это холм скорее всего это гряда я догадываюсь это мне таки снимку сотни прислали я купаюсь этих снимках и с удовольствием их изучаю и вы тоже поняли все хорошо если вот тут не знеет все углубление все равно оказалось это знаете я сто раз видел берут все-таки насыпает на холм а в холме делать ямку смех и грех ладно проехали вот видите вот этим ничего не страшно будет это явно гряда пусть без этого самого скорее всего тут и выросли но если шкарлупки валяются снаружи я раньше дураком было и стал шейхоте выкапывают мыши потом исправился кстати мыши выкапывают но не всегда ладно теперь вы поняли вот наглядно шкарлупки наружи перейдет до долгой счастливой жизни а когда один из известных садоводов а обрикосовода остепененный пишет что на 5-6 сантиметров закапывать надо я до сих пор меня так обидно я у латинкова гостях да мы сидим на кухне после семинара большая наша компания дружная команда сидим разговариваемся для навсегда запомнил эти вещи врезаются константин начну к это я только про рассказал то что сейчас вам рассказывал с большого экрана там сотни зрителей вот большой зал пойдем тут же компания не всех садоводов отвел в сторонку на открывает книгу фамилия знакомая еще бы ведущий абрикосовод считай пять-шесть сантиметров закопать косточку ну разве так можно вот жаль я вот книгу не попросил у него очень жаль а вот можно было бы не называя фамилии больше у меня фотоаппарат перепечатать эту страницу и показать опять получается как не надо садить а все мои фильмы и все мои вебинары сводятся к идее как не надо садить вот вот тут видите как замульчировано у всех холмов у всех гряд есть недостаток они быстрее высыхают помните я показывал свой же холм там где это как как говорил 2 географические зоны склон больше высыхает быстрее прогревается лучше но зато высыхает склон и так и тут замульчировали а что теперь будет может этих абрикосов моих моих а фотографии прислал если вы живых нет вот так а может быть кто-то догадался уже разгреб это все а за ли чего мочировали чтоб не пересыхал вот плюс на минус чего больше вот и гадай вот эти вот абрикосики мои живы или нет понятиями а года идут а я не знаю чё вариант прислали 20 отдыхает женская помаленчику берет свое но лет надо 500 если такими темпами посмотрите как здорово вырастили бедрах понятно временно но замечательно тоже игла голос радует это не мой снимок кто-то это сделал не стоит так и палают вот сергей вот теперь скажите какова схожесть у манджурского абрикос а у кого-то ни одного не взошло я опять тогда возвращаюсь смотрите чуть-чуть переувлажнил сгнивает косточка чуть-чуть не но это редко так бывает они все-таки сырость хорошо держат у меня они держали сырость погреб кирпичный много лет этим занимался про про холодильник я не думал кирпичный погреб вверху бетонная крышка из этой крышки всю зиму капала том числе и на этот самую на как называется большая-большая кастрюля с песком которая эти же тысячи косточек хранилась сырость невероятно весной смотрю сходы прямо в черном холодильник погребе уже сходы пусть они не зеленые такие яркие а такие заморожшие но сходы потом я выворачиваю просто посреди сада и получается то есть сырость не так брала вот но кто-то еще сырее делает почему потому что присылает мне допустим косточка лопнула а внутри гниль явно переувлажнена а другая крайность косточка не хватило и влаги особенно на вроде бы я рекламирую холмы рекламирую гряды а она я не хватило влаги ну приехал раз в неделю полил она живая но он не захотел не взошла все вот не верите вот так-то второй год а и Продолжение следует...